Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о цикличном процессе жизни семьи. Эта тема необходима как общий обзор всего цикла с тем, чтобы в дальнейшем, опираясь на изложенную в ней канву, описать и проиллюстрировать на примерах каждую стадию семейного развития. В семьях, одновременно состоящих из трех-четырех поколений, одно поколение сменяет другое, постоянно возобновляясь, как коралловый риф, состоящий из окаменевших, умерших кораллов и наращивающий новые живущие. Живущие три-четыре поколения развиваются, и затем, как правило, старшая, умирая, окаменевает, сменяясь следующими. Цикл семейного развития жизни каждого поколения имеет восемь четко выраженных, взаимосвязанных между собой стадий. Начнем описание семейного цикла с того момента, когда молодой человек отделяется от семьи происхождения, то есть семьи, в которой он рос и воспитывался, и начинает жить самостоятельно. Что случилось? У вас дверь открыта, Настяш? Переживаете, как всегда. Ну, что мне с вами делать? А, между прочим, на работе меня уже год называют Людмила Анатольевна. Тем не менее, домой ты обязана являться вовремя. Как бы тебя не называли на работе. Ну, граждане, ну дайте мне... Нам прекрасно известно все, что ты скажешь. А я уже знаю наизуне все телефоны моргов и приемных покоев города. А у Склифосовского просто знают наши голосования. Какая бессердечная девчонка! Папа, я самостоятельный и взрослый человек. Я даже замуж вышла, если хотите знать. Ты не можешь выходить куда тебе угодно, но домой ты обязана. Позволь, позволь. Что ты сказала? Этот шаг является завершающим актом сложного, противоречивого, длительного, иногда очень болезненного, как и роды, процесса. Часто это носит характер конфликта. Пока ты живешь под моей крышей, ты будешь подчиняться нашим правилам. Под моей крышей, моим правилам. Любая комбинация этих слов отражает реальность и иерархию взаимоотношений между родителями. Как правило, заявление подобного рода делает отец. И родители, и подросток хотят получить преимущество с обеих сторон. По принципу контролировать, в том числе принимать решение буду я, а отвечать ты. Родители, конечно же, только для блага подрастающего чада хотят сохранить контроль над поведением подростка. При этом ожидая от него все большей и большей степени ответственности. Во всем этом есть стремление, присущее нам всем. Оптимально использовать окружающую среду в наших собственных личных интересах. Часто только сиюминутных. А ну-ка, сдирай из себя всю тварь неблагодарную ежедневенку! Ни черта своего нет! Рубля не заработала! Ты видишь, что она тварь, да? Чего я видела? Ты видишь? Дыма! Половите всем! Не возвращайся! Не приходи домой лучше! Под забором ночевать будешь! Желание родителей максимально контролировать свое потомство, с одной стороны, это действительно необходимость защитить подрастающего и весьма неопытного индивидуума. Отчего? От соблазнов внешнего мира. А с другой попытка удержать объект, вмещающий огромное генетическое, эмоциональное, финансовое и тому подобное вложение чуть ли не всех своих ресурсов и, между прочим, при себе и для себя. При всей своей остроте подобный конфликт – это конфликт интересов. И он знаменует не только эту стадию семейного цикла. Следующая, вторая стадия – это образование пары. Брак. Мы, конечно, описываем усредненный, типичный и потенциально успешный вариант развития событий. Два молодых человека, в идеале научившихся жить самостоятельно, вступают в союз, который со временем превращается в брачный. Отметим, что именно эта последовательность наиболее типична для западной цивилизации. Так же, как и то обстоятельство, что сначала отношения возникают между более или менее независимыми и самостоятельными молодыми людьми. И только потом, постепенно, к ним как бы подключаются семьи их происхождения. Естественно, это в привычном большинству из нас укладе жизни. В других культурах есть и организованные семьями браки, когда молодые могут только ограниченно между собой общаться до формального осуществления свадебной церемонии. Какими будут отношения молодых супругов со своими собственными и будущими родственниками, во многом зависит от самых первых встреч. Уже во время подготовки к свадьбе начинается своеобразная борьба за местного иерархии власти. Папа, знакомься, это мой жених. Ну, садись, знакомиться будем. Третья стадия – рождение ребенка. Как правило, это резко меняет жизнь молодой пары. Младенец в доме – это начало нового летоисчисления. Это было до рождения ребенка. Это звучит так же, как и словосочетание до нашей эры. По-английски – BC, before children. Новые обязанности, резкое изменение стиля жизни, волнение, связанные с первыми детскими болезнями, затушевывают главный вопрос. Кто был инициатором всех этих перемен? Сами супруги или их родители? Было ли желание завести ребенка обоюдным? Или только один из супругов настаивал на рождении ребенка? Все эти обстоятельства со временем будут определять динамику развития ребенка и особенности его отношений с родителями, бабушками, дедушками, тетями, дядями. Четвертая стадия – рост и социализация детей, постоянно приводящие к их уходу из дома. Если взглянуть на развитие детей с данной точки зрения, то можно увидеть несколько фаз отделения ребенка от родителей. Это своеобразные вехи в жизни ребенка, которые свидетельствуют о росте его самостоятельности. Так, изначально ребенок около девяти месяцев находится в состоянии полного симбиоза с матерью. И этот период заканчивается родами, что является первым событием отделения. Беспомощный в первые месяцы жизни младенец целиком зависит от тех, кто о нем заботится. Маленький, я пошла. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки, где же вы, соловьи? Со временем он учится выделять среди них центральную фигуру, которая, как правило, является мать. В ее присутствии он спокоен, ее исчезновение вызывает беспокойство. Следующая фаза отделения начинается с того, что ребенок перестает проявлять тревогу, теряя мать из своего поля зрения. В более старшем возрасте ребенок учится расставаться с матерью на более длительное время. Он остается с няней, проводит ночь с бабушкой и так далее. После поступления в Ясли, детский сад, школу, ребенок впервые оказывается один на один с миром, который находится за пределами его семьи, и ему нужно учиться строить свои отношения со сверстниками и без сиюминутной помощи близких. Затем ночь, проведенная в доме друга. В первый раз по своей собственной инициативе ребенок покидает родительский дом. Для него это и временный выход из-под семейного контроля, и откровенное предпочтение общества друзей, обществу родителей. И тревожное предвкушение чего-то нового. Для его родителей, притихший на один вечер дом, вызывает чувство непривычной пустоты. Постепенно семья допускает более длительное отсутствие детей. Их отъезд в летние лагеря и так далее. Наконец, более или менее полная независимость. Отделение от семьи. Это обычно удается только до некоторой степени. Чем выше степень независимости, тем более здоровыми и взаимоблагополучными будут отношения на всех уровнях семейного процесса. Как с родителями, братьями, сестрами, так и с собственными детьми. Каждое последующее поколение, в свою очередь, повторяет первую стадию отделения, которую в свое время прошли родители. При отделении молодого человека от семьи происхождения. О чем мы говорили несколько минут тому назад. Спирально, как в молекуле ДНК, окончание четвертой стадии для родителей ответвляется в первую стадию для их потомства. В то время, как наша первоначальная пара переходит к этапу новой своей жизни, которую в Северной Америке часто называют пустым гнездом. Это для них пятая стадия. Выход детей из лоны семьи в большой мир – первая стадия их семейного цикла – оставляет супругов наедине друг с другом. Если за время совместной жизни они не построили самодостаточные отношения, то есть не продолжали формироваться как пара, то семья может распасться. Если же супругам удалось пережить этот очередной кризис семейного цикла, то рано или поздно им предстоит стать бабушкой и дедушкой. Это пора золотой осени. Шестая стадия для них и третья для их детей. При благоприятном стечении обстоятельств супруги научились ценить друг друга, с удовольствием проводят время вместе, не сидят на голове своих детей, в разной степени участвуя в воспитании внуков. Как известно, за осенью следует зима. Стадия номер семь. Силы слабеют. Комфорт отношений на этом этапе определяется тем, насколько успешно развивался цикл семейного процесса. В эмиграции это усугубляется расстоянием. Вопрос, что делать со стариками, заслуживает особого обсуждения. Восьмая стадия. Уход из жизни одного из супругов. Он часто влечет за собой вскоре смерть другого. Для детей это утрата. Она может осложниться проблемами, связанными сначала с организацией ухода за оставшимся предком, а затем разделом наследства. Нередко разногласия по этому поводу приводят к распрямой обидам. И совсем не обязательно только из-за естественной скупости и жадности. Борьба за место в переконфигурируемой иерархии семейной системы и переосознание своего места в ней играет немаловажную роль. Ну, дядя Джо, сбросим маски. На чистоту. Хватит. Мы наняли адвокатов. Если мы не получим своей доли, будем добиваться признания твоей недееспособности. Описанная выше модель семейного цикла своеобразная система координат. С ее помощью можно проанализировать существующую на каждом этапе динамику конкретной семьи и возможные сценарии, по которым может пойти ее дальнейшая эволюция. Опыт работы с семьями показывает, чем более конкретно и вещественно этапы семейного цикла сменяют друг друга, тем здоровее и функциональнее жизнь семьи. В следующий раз мы поговорим об элементах идеологии семейного процесса. На сегодня все. С вами был я, Феликс Ярошевский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин